Тема урока «Лук. Царство цветов и насекомых». Давайте вспомним, есть ли луга в вашем крае. Какие луговые растения вы знаете. Какие животные луга вам известны. Как связаны между собой растения и насекомые. Представим, что мы пришли на луг в теплый летний день. Чудесный ковер цветущих трав раскинулся вокруг нас. Над цветами бесшумно порхают бабочки, деловито гудят пчелы и шмели, стрекочут кузнечики. Как хорошо на лугу. Если мы посмотрим на луг глазами ученого-эколога, то увидим, что луг, как и лес, сложное единство живой и неживой природы. Живые организмы луга образуют природное сообщество. Луговое сообщество, конечно же, во многом отличается от лесного. Главные растения на лугу – травы. Деревья и кустарники, если и встречаются, то лишь изредка. Крупные животные на лугу не живут, им негде прятаться. Зато мелких животных множество. Особенно разнообразны насекомые. Можно сказать, что луг – царство цветов и насекомых. Цветы и насекомые тесно связаны между собой. Растения кормят насекомых нектаром и пыльцой, а насекомые опыляют растения. Есть на лугу удивительные насекомые санитары и очень интересные птицы. Насекомые санитары – это жуки-навозники и жуки-могельщики. Жуки-навозники уносят в свои норки помет животных, питаются им сами и запасают его для своих личинок. Жуки-могельщики закапывают в почву мертвых птиц и зверьков. Это пища взрослых жуков и личинок. Если насекомых санитаров достаточно, они содержат луг в образцовой чистоте. Очень интересны луговые птицы – перепел, коростель, тресогуска. Они питаются насекомыми, а свои гнезда устраивают на земле среди травы. Перепел и коростель взлетают редко, в основном бегают по земле. В своё присутствие перепел выдают песенкой «Пить полоть!», а коростель – громким скрипучим криком «Дёрг-дёрг!», поэтому его ещё называют «Дергач». Тресогуска, наоборот, часто перелетает с места на место. Бегая по земле, она потряхивает хвостиком, благодаря чему её легко узнать. На лугах растут грибы, луговой опёнок, шампиньон, дождевик. А в луговой почве великое множество невидимок бактерий. Жизнь лугового сообщества, как и лесного, невозможна без неживой природы и почвы. На лугу, как и в лесу, происходит круговорот веществ с участием растений, животных, грибов, бактерий. О дружбе цветов и насекомых Более 200 лет назад в одном немецком городке жил учитель – Конрад Шпрэнгель. Он был очень любознательным и наблюдательным. Однажды, наблюдая за насекомыми, перелетавшими с цветка на цветок, Шпрэнгель увидел рогатую осу. Шпрэнгель стал наблюдать ещё внимательнее и заметил, что рога есть у многих ос. И удивительное дело, прилетает оса на цветок без рогов, а улетает с рогами. Вскоре он понял, что рога эти не настоящие. Это комочки пыльцы, которые прилипают к голове осы, когда она заглядывает в цветок. Продолжая свои наблюдения, Конрад Шпрэнгель сделал замечательное открытие. Насекомые, перелетая с цветка на цветок, переносят пыльцу и опыляют растения. Так была открыта великая дружба цветов и насекомых, без которой большинство растений и очень многие насекомые просто не могли бы жить. С тех пор эту дружбу учёные изучили очень основательно и узнали немало удивительного. Замечено, например, что многие насекомые забираются в цветки, чтобы переночевать, укрыться от холода и непогоды. Оказывается, внутри цветка часто бывает немного теплее, чем на открытом воздухе. К тому же дождь и ветер здесь не беспокоят. Особенно охотно насекомые прячутся в цветке колокольчика, словно в маленьком шалаше. Сделаем вывод. Лук – сложное единство живой и неживой природы. Живые организмы луга – растения, животные, грибы, бактерии – составляют природное сообщество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова